Рассказать о проблеме и получить ответ. В общественный приемный Щелковского отделения партии «Единая Россия» состоялся выездной прием руководителя приемной Дмитрия Медведева в Подмосковье, депутата Московской областной думы, заместитель секретаря регионального полицовета партии «Единая Россия» Николая Черкасова. Он отметил, что подобные мероприятия – уже сложившаяся практика. Организовывая выездные приемы, ставится целью близкое знакомство с проблемами людей, проживающими на территории Московской области. Важно услышать информацию о положении дел из уст самих жителей. Возможно, где-то необходимы поправки в законодательство области. И чтобы это понять, нужно располагать такой информацией, а потом применять ее в законотворческой деятельности. Мы тоже ведь дифференцированно подходим к выбору территории. Особенно, когда чувствуем, что на территории есть целый ряд проблем, которые долго не решаются. И считаем нужным поближе познакомиться с той ситуацией, которая складывается с тем, чтобы определиться, каким образом эти проблемы решать. Мы посчитали нужным и возможным сегодня здесь на месте посмотреть состояние дел. Вопросы, звучавшие в стенах общественной приемной, были самыми актуальными для Щелковского района. С проблемами газификации земель, выделенных муниципалитетом многодетным семьям, обратились Евгения Михайлова, руководитель Центра поддержки многодетных семей, и Наталья Лобанова, председатель первичного отделения некоммерческой организации «Многодетки». Прошло около пяти лет, как жителям был выдан земельный массив, но вот вопросы с обеспечением газа не решены до сих пор. Николай Черкасов заверил, что данный вопрос будет поднят в общении с представителями «Мособлгаза». Есть предложение на законодательном уровне сделать обязательную газификацию у выделенных земель. Вы обязательно мне оставьте тогда контакты, хорошо? Чтобы мы могли бы с руководителем «Мособлгаза», может быть, мы даже отдельным пунктом в программу газификации области пропишем вот как раз эту норму. Коснувшись вопросов здравоохранения, жители упомянули о разбросанных профильных отделениях по всему району, о недостатке кадров, о невозможности в короткие сроки попасть на прием к специалистам, об отсутствии льготных лекарств, квот и других темах. Мы постараемся разобраться с этой ситуацией, попробуем, послушаем и министра здравоохранения, я попрошу ее, чтобы она вмешалась. В целом депутат отметил, что по сравнению со многими другими муниципалитетами, Щелковский район благополучный по уровню жизни, и каждый житель в этот день обращается не с частной, а коллективной просьбой. Чувствуется, что люди, конечно, обеспокоены, они неравнодушны к судьбе своего города и видят потенциал, с помощью которого эти проблемы, о которых они говорили, можно решать. Я формирую свое видение того, как мы должны делать, каким образом, какие законы отрабатывать, менять, какие нормативные документы необходимо дополнительно разработать. То есть это бесценный материал. Иначе ничего хорошего из этого не получится. Марина Познякова, Михаил Затков, телерадиокомпания, Щелково.